Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тут художник, который может обидеть каждого. Спикер Нижней Палаты Американского Конгресса прямым текстом обратился и сказал Твари зеленомордые, хватит воровать, негодяи! Потому что, подонки, вы же воруете не только у украинских избирателей и граждан, вы воруете у американских налогоплательщиков. Он, ну, не так, как я прямым текстом, конечно, это сформулировал. У меня в телеграм-канале, можете посмотреть, он вежливо, дипломатично, но сказал то же самое. Он прямым текстом сказал, что отчетность не просто отсутствует, а присутствуют подозрения, что если отчетность будет, то воровство вскроется абсолютно очевидно, если бы не было подозрений. Они бы не стали на таком уровне, а это высочайший уровень в политике. То есть, спикер палаты, это топ-политик, это первая пятерка всегда политиков страны. Это, можно сказать, что еще чуть-чуть и почти президент. Это официальная позиция Белого дома, Сената, Конгресса. Сформулированная в одном коротком, но очень ярком, хотя и дипломатичном, но похожем на прямую пощечину Зеленского обращения. Вот посмотрите, как коротко и ясно. Это в дипломатии так говорят прямым текстом. Мы имеем обоснованные подозрения, что вы вороватые твари и требуем не просто прекращения, мы требуем отчета и наказания виновных. Потому что после того, как отчетность покажет, а покажет она обязательно, что Зеленский возглавил команду наглых расхитителей и подонков, которые грабят и Украину, и американских налогоплательщиков, то наказание будет неизбежно. Вы понимаете, что от Коломойского американцы отставать не собираются, но эти им будут намного интереснее, чем Коломойский, и главное, что у этих-то ни мозгов, ни жизненного опыта нету. И сколько бы они ни украли наших и союзнических денег, это им не пойдет впрок, это им зайдет в срок. И этот срок оформится обязательно. Сегодня вокруг Зеленского дикий срач. То есть сегодня там все со всеми переругались. Они все выгнали, кого только могли, подсидели. Это то, что уехал там Кирилл Тимошенко и живет в Лондоне, это не факт, что его там не догонят. Потому что судьба Коломойского ему светит обязательно. Мы видим публичный открытый конфликт, допустим, Гетманцева с Шурмой. Есть абсолютно уже четко прорисовавшееся и оформившееся в дикий скандал противостояние между Татаровым и Ермаком. При этом Татаров-то, в отличие от Ермака, калач тертый в аппаратных играх. И вот то, что Ермак решил, что он вытянул джекпот. Вы знаете, в политике джекпот особенно таким образом и в положении Ермака вытягивается на очень непродолжительный срок. Потому что колода все время тасуется, все время происходит раздача, обстоятельства меняются и ничто не вечно. Зеленскому нужно обязательно будет перед тем, как сдавать себя, сдавать кого-то другого. Нет ни одного человека в окружении Зеленского, кого Зеленский не сдаст, во имя себя любимого. То есть последним в этой шобле, конечно, возьмут Зеленского. За его тухлые бейцы его обязательно подвесят на дыбе правосудия. Американцы не умеют иначе. Смотрите, их общение с латиноамериканскими диктаторами, это именно тот учебник, который должен выучить наш президент Зеленский. И с ним будет все так, причем в самой неприглядной форме. Они очень хорошо умеют еще вчера ими обласканного, нужного в определенной ситуации диктатора возвысить, помочь, решить свои вопросы. А потом его уже под конвоем доставить в страну донор, в страну помощник, в страну гегемон на земном шаре. Сегодня в мире есть одна сверхдержава в полном смысле этого слова. И именно эту сверхдержаву Зеленский довел вместе со своей шоблой до белого коленя. Дипломаты, ну в отличие от нас с вами, они никогда не говорят вот каким-то прямым текстом такие, знаете, безвозвратно однозначные вещи. Дипломатия это целая наука, это целый язык. Я общался в моей жизни с дипломатами, причем очень высокого уровня, и я понимаю, как много лет надо учиться, чтобы во всех этих нюансах уметь правильно расставить те дипломатические полутона, которые и есть искусство профессии. Если вы видели когда-то в вашей жизни разговор двух дипломатов на приеме между собой, это просто музыка и шахматная игра. Как четко, витиевато и причудливо они тасуют вот эти формулировки, за которыми скрывается смысл. Вы знаете, то, что сказал спикер Нижней палаты, там смысл вообще не скрывается. В дипломатическом, ну как бы, в дипломатическом языке это, ну это прямой вызов. Это пощечина, когда фактически обвинен в системном массовом воровстве по предварительному сговору группой лиц президент Украины Зеленский. Это перчатка, это черная метка. Возможно, нашему надо было бы бросать зеленую метку, но зеленой в ассортименте Конгресса не было. Они запаслись черными и Зеленский эту черную метку получил. Да, он может сейчас поскакать в Канаду, что он и сделал. Он может еще в пару мест заскочить в своем турне. Но Вове сказали прямым текстом. Ему все объяснили прямым текстом, а на дипломатическом уровне вот это заявление публичное, кстати, это именно этот человек, этот спикер Нижней Палаты и был тем, кто сказал никакого выступления Зеленскому перед конгрессменами, мы не дадим сделать. Рылом не вышел! Вороватый поц! Вот что это означает на недипломатичном языке. Но вся дипломатия мира, все дипломаты всех стран, дружеских, вражеских, они считали это прямым текстом. Поверьте мне, что уж там и Лавров, и аж вплоть до английского короля, все абсолютно однозначно поняли, на какое место в табеле о рангах и в мировой политической иерархии лично Зеленского опустили в Америке. Опять-таки, они делают огромную разницу и никогда не путают свободолюбивый, мужественный, героический украинский народ и случайного клоуна, которого по ошибке вызвали в 19-м году. И обязательно все, кто заслуживает, кто во время войны решил обворовывать собственных граждан и уничтожать собственную страну, ну вот всех-всех догонят, время расставят все по своим местам. Но то, как прямолинейно на дипломатическом языке «Хлестка на отмашь по мордасам!» отхлестали нашего дурковатого Вовочку, это классический пример, что нельзя давить тапочком в пол, потому что додавишься. Всему бреду и всей мерзости приходит конец, и конец неприглядный. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой влог, поставьте лайк, напишите комментарии, распространите это в соцсетях, если вы согласны с моим мнением. А победа, друзья мои, в этой жуткой и тяжелой войне обязательно будет за нами, потому что и наша армия, и наши союзники, и каждый из нас сделаем все. Победа неизбежна, потому что за каждым из нас обязательно не сожалею.